Пока я еще совершенно не осознал, что для меня это значит, даже об этом не думаю. Он выполнял свой долг, не задумываясь, оценят его или нет, сочтут ли за подвиг. С первого дня появления вирусной инфекции в нашем городе и по сей день врач скорой помощи Евгений Гатаулин лицом к лицу сталкивается с невидимым врагом. По долгу службы оказывает помощь людям, пострадавшим в ДТП или нуждающимся в кардиологической помощи. Однако после дополнительного обследования у некоторых его пациентов выявляют заболевание COVID-19. Поэтому каждый выезд на вызов – это риск. За верность долгу и силу духа Евгений Гатаулин был представлен к новой правительственной награде. Это медаль Луки Крымского, учрежденная президентом Российской Федерации 19 июня 2020 года. Для меня это было полной неожиданностью получение этой награды. Я считаю, что ничего особенного по сравнению с остальным коллективом не совершал. Ну, конечно, очень приятно. В целом люди, особенно последние месяцы, выражали благодарность искренне. Мне было приятно. Ну и в целом, я считаю, что люди в большинстве своем относятся благодарны к работе медикам. Медаль Луки Крымского – это первая награда на трудовом пути Евгения Гатаулина. Врач скорой помощи в медицину пришел 22 года назад. Окончил Ижевскую медицинскую академию. Многие годы проработал в Удмуртии. На Раменской подстанции скорой медицинской помощи работает с марта 2019 года. Последние четыре месяца выдались особенно сложными. Вызовов было больше, чем обычно. Были тяжелые больные. Вроде бы никто не умер. Не все, конечно, больные адекватно оценивали свое состояние. Было много страхов. Кто-то преувеличивал тяжесть своего состояния. Ну, разговаривали. Пытались объяснить суть заболевания. Всем бы такими быть, как Евгений Радикович. Очень грамотный, спокойный. В общем-то, в любой ситуации не теряется, ориентируется. Исполнительный. Дай бог каждому, что называется. Вообще работа очень сложная, очень тяжелая. Не каждый выдерживает. Но тот, кто отработал на скорой хотя бы год или два, сможет работать везде. О своих заслугах Евгений Гатаулин говорить не любит. С неподдельной скромностью подчеркивает, что медаль Луки Крымского, который был представлен, это результат работы всей команды. Вместе они делают одно дело. Считаю, что моя награда – это оценка всего коллектива. Коллектив у нас отличный. Работать в нем легко. И поэтому, благодаря этому, нагрузки, может быть, переносятся легче. В том числе и благодаря коллективу. Я считаю, награды заслуженные. Каждый человек на нашей подстанции, который боролся с этой пандемией, достойен получить награду, потому что он рисковал свою жизнью, здоровьем, спасая людей. Сегодня у вас день рождения. Мы вас поздравляем, поздравляем с наградой. Какие у вас эмоции сегодня, в такой светлый, лучистый день. Ну что ж, самые-самые позитивные, тем более погода хорошая. Мы желаем вам удачи в вашей работе и спасибо вам за ваш труд. Медаль Луки Крымского не ставит точку в борьбе с вирусной инфекцией. Даже в свой день рождения Евгений Гатаулин заступил на сутки вне графика, понимая, что еще не время расслабляться. Пора вершить большие добрые дела еще не окончено. Марина Миткевич, Игорь Чернышев для программы Городские вести.